За столами те, для кого преданность Родине и верность долгу – не пустые слова. Люди, которые сделали всё ради того, чтобы наша держава оставалась независимой. Каждый из присутствующих здесь ощущает на себе всю тяготу, которую распотал, чтобы зайти до конечной точки на территорию Германии. Стоявшие насмерть, приближавшие 9 мая 1945-го, спустя годы, они вспоминают тот день. Пожалуй, самый счастливый день в их жизни, когда тут и там громогласно раздавалось одно слово – победа. Хватали, кто что мог, кто ракетница, кто пистолет, кто винтовку. Стреляли, орали, обнимались, целовались, что только не делали. Вот так мы встретили победу. Такие встречи давно стали доброй традицией. Это не только слова поздравлений, но и возможность вновь увидеться, снова вспомнить жестокие дни и годы войны. И сегодня они без сомнений говорят, труды их жизни совсем не напрасны. Что нам нужно для счастья? Вот именно общение на самом высшем уровне, общение душевное с близкими людьми. На приеме у руководства города не только ветераны, но и труженики тыла, узники концлагерей, руководители ветеранских организаций, собравшиеся вспоминали героические страницы из прошлого нашего государства. От всей души хочется сказать вам спасибо за то, что вы сделали, победили, постановили в после военной годы народное хозяйство, сделали великой нашу страну. Больше 70 лет назад вы, не жалея своей молодости, своего здоровья, защищали и защитили нашу великую родину, для того, чтобы мы сегодня могли радоваться мирной жизни, для того, чтобы мы воплощали в том числе ваши мечты. Собравшиеся увидели выступления лучших творческих коллективов. Руководители города преподнесли ветеранам цветы и ценные подарки. Артемий Маркелов, Александр Жучков. События. Брянск.